Плюс, еще не надо забывать о эмбарго нефтяном, который будет выводиться с декабря. Там много всяких составных частей этого эмбарго, но в числе прочего речь идет о введении так называемого ценового потолка на российскую нефть. То есть вы дороже, чем этот ценовой потолок, нефть продавать Россия не сможет. Ей будет запрещено это делать. Плюс, сегодня пришла новость, если не ошибаюсь, из Китая о том, что Китай запретил вход в свои порты кораблям российским и судам российским, у которых российская же страховка. То есть страховка должна быть только британская. Это фактически означает, что Китай отказывается приобретать у России нефть дороже ценового потолка, установленного в Европе. То есть, проще говоря, Китай, как и Индия до него, присоединяются к западным нефтяным санкциям в отношении российской... Еще раз давайте уточним. Речь идет о том, что иностранные страховщики, британские страховщики будут соблюдать правила ценового потолка, так? Да, да, да. Если нефть, которая транспортируется тем или иным судном, тем или иным танкером, не застрахована по принципу ценового потолка, то ее просто не примут ни в одном из китайских портов. Не, не совсем так. Смотрите, если нефть продается выше ценового потолка, эту нефть и это судно, которое перевозит такую нефть, оно не будет зарегистрировано в Великобритании. А если судно не зарегистрировано в Великобритании, то его не примет китайский порт. То есть, соответственно, суда, танкеры с российской нефтью дороже ценового потолка не смогут заходить в китайские порты. Соответственно, россиянам придется продавать свою нефть дешевле ценового потолка и Российская Федерация не будет получать необходимых средств на продолжение ведения войны в Украине. Да, и это начнется буквально через несколько дней, 5-го числа. Ну и кроме того, я напомню, что еще через два месяца, с 5-го февраля, вводятся такие же санкции в отношении нефтепродуктов, которые тоже составляют важную часть российского нефтяного экспорта. То есть, бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, базут и так далее, все это будет тоже обложено европейскими санкциями. Да, одновременно с этим Министерство юстиции Германии сегодня объявило, что все руководство Российской Федерации должно предстать перед судом за совершенное в Украине военное преступление. То есть, это вот Германия, страна, которая, как считалось, довольно лояльно относится к Российской Федерации. Ну, вот про истребители я сказал, что НАТО вернулось к идее отправить истребители в Украину. Франция сегодня отправила аналог «Хаймарс» на гусеничном ходу, сдвоенный такой в Украину тоже. Плюс Великобритания несколькими днями ранее подтвердила отправку в Украину высокоточных ракет с лазером нововведением «Бримстоун-2», которые летят, если не ошибаюсь, на 30 километров за линию фронта и способны там сами находить себе цель и сами же ее поражать. То есть, мы видим, что поддержка нарастает, экономическая поддержка, причем тоже нарастает, и к ней присоединяются уже страны Азии, такие как Китай, Турция, Индия. Про Турцию надо тоже сказать, что Турция запретила незастрахованным танкерам с российской нефтью проход через Босфор и Дарданелло. Таким образом, около 600 тысяч баррелей нефти в день, которые отправляются морским путем из Порта-Новороссийска на мировые рынки российской нефти, будет тоже закрытый проход. То есть, в общем, они останутся в Новороссийске, все эти баррели, некуда их, не будет возможности их отправить на эксперт-клод. Продолжение следует...